Поздравление! Хочу тоже поздравить вас всех с наступающим 2017 годом. По нашим представлениям год будет непростой, особенно на информационном плане, но мы постарались также подготовиться к этому году. И речь сегодня пойдет именно об этой информационной подготовке в плане так называемого матричного управления. Кто имеет об этом представление? Значит, три последних месяца, октябрь, ноябрь, декабрь, мы выдавали аналитику. Мы выпустили не просто, как обычно, к текущему моменту, а выпустили в некотором роде триктив. Если кто из вас читал октябрьскую аналитику, она была посвящена методологии. Методологии, как абсолютное оружие в борьбе идеологии. Одиннадцатый текущий момент, ноябрьский, мы посвятили смуте Руси, то есть попытались понять, что же такое смута в русской цивилизации, возможно ли такие явления на Востоке или на Западе. И вышли, благодаря тому, что научились пользоваться как оружием, абсолютным оружием методологии, используя все, что нам известно из фактологии истории, из разных очень источников. Вы знаете, есть источники письменные, есть устные предания. Мы в основном базировались на русских источниках, на письменных источниках. Мы смогли в этой большой довольно работе на 120 страниц формата 4, сейчас готовится книга, будет выпускаться книга «О смуте на Руси», порядка 230-250 страниц. По сути, эта работа развивает наши взгляды на историю Руси, которая была в прошлом году в психологическом аспекте истории. Так вот, благодаря тому, что мы тоже учимся овладевать методологией, мы смогли выйти, по нашему конечному мнению, на наиболее адекватный вариант исторического прошлого. Об этом мы поговорим отдельно. А 12-й текущий момент мы посвятили тому, а как выходить в стране, в цивилизации, из смуты, если бы она в нее попала. Что для этого нужно, какие признаки выхода из смуты. Поэтому я начну все-таки со смуты. Тем более, что в ноябре мы встречались, аудитория, правда, была побольше, я выступал, рассказывал. Потому что тогда рассказывал, я надеюсь, что часть из вас прочитали записку, но если не прочитали, то я сделаю акценты на основных новых моментах, которые не было в ноябре, и которые, по крайней мере, никаких письменных источников не найти. А начну я со следующего. Наша деятельность, которая началась, по сути, будет скоро 20 лет, и в 87-м году, 20 лет назад, началась с одной записки, вначале очень короткой, на одну страничку. Она называлась «Билет язычника на крестителе Руси». После этого к нам сразу же, уже в 88-м году, мы были представители всей светлой грамоты. Если кто знаком с этим, потом я отдельно скажу, потому что нам пришлось впервые обратиться к этому источнику всей светлой грамоты. А потом у нас были контакты с различными церковными структурами, были диспуты. И вот на основе этих диспутов появилась работа. Вопросы митрополита Иоанна, иерархии Русской Православной Церкви. Причем никаких у нас как негатив, нас часто обвиняют, что мы хотим разрушить церковь, что мы создаем какую-то новую религию, что мы секта, хотя те, кто нас обвиняет, не могут брать определение, что это такое секта. Но дело не в этом. Дело в том, что тогда, вот в 88-89 году, митрополит Иоанн здесь был очень популярной личностью, сныщив его настоящие фамилии, и, в общем-то, без всякой задней мысли, мы, задавая вопросы, очень уважительно, мы хотели получить ответы. Тем более, вроде бы, задача пастыря отвечать на вопросы овец, хотя мы себя опциями не считали, конечно. Но нам сразу дали понять окружение митрополитов, кто вы такие, чтобы вам еще отвечать. Но, тем не менее, работа, это еще не будучи изданной, была уже достаточно популярной. Митрополит Иоанн проводил встречи в концертном зале у Кремянского зала. Множество из тех, вот я никого, этих не вижу людей, когда приносили в виде записок, приносили записки, но секретариат митрополита, он сидел, так душевно там был, никогда записки по полной концепции не давали. Ну, а дальше, 96-й год, все помнят, на каких обстоятельствах митрополит Иоанн скончался. Когда он подъел в отеле «Северная корона», приехал попросить денег, в том числе у тогдашнего мэра Собчака, потянулся благословить его и скончался на глазах у всех, причем под камерой. Потом год была ложь во всех газетах, что умер у себя в резиденции на Крестовском острове. Ну вот, реальность такова, это все задокументировано, это есть. Так вот, я начну с одного эпизода, потому что во многом записках это обращено и к иерархии русской православной церкви, а у нас их около 100 тысяч, по-моему, какой-то я тут интернетовской информации встачал. Ну, мы так думаем, что на 100 тысяч всегда есть, не все же закомплексованы. Кто-то думает и о смысле жизнь таковой, какая она есть. Поэтому эта записка о русской смуте обращена, конечно, ко всем, кто сейчас изучает материалы в концепции общественной безопасности, но в то же время она адресуется и иерархии русской православной церкви. Почему? А потому что мы взяли эпизод один, которого иерархия русской православной церкви придерживается очень строго, и суть которого в следующем, что в первом веке новой эры на Русь прибыл Андрей Первозванный, апостол Андрей Первозванный. Почему? Первозванный, потому что он брат апостола Петра и был один из тех, кто призван был проповедовать после того, как Христос ушел в мир и ночь. Вот Андрей Первозванный, еще раз хочу подчеркнуть, мы берем источник, которым пользуется церковь. Мы сами ничего не берем. Причем этот источник церковь однократно во многих своих работах повторяет, но нас интересует, мы задаем вопросы, первые вопросы. Почему Русь не приняла христианство в первом веке новая? Вот я опять вопрос обращаю к аудитории. Кто не читал записку, просто над этим подумал. Вопрос второй. Пребывает из горящей Палестины, из Иудеи, это провинция Римской империи, где рабовладение норма, пребывает человек, который проповедует новые учения, его принимают как своего, почему мы говорим, что как своего? Ну, потому что он был не только на Днепре, а первый век новой эры, представьте, мы не знаем, какие там города были в письменных источниках. проходит до Ладоги, до города, который теперь называется Старой Ладоги, это как бы первая столица Руси, до места, которое теперь называется Новгородщина, Новгород, и даже, эта церковь утверждает, посещает сакральное место Древней Руси, остров Алам. Вот нам только представить то время, где дорог нет, лесные тропы, реки, и просто, вот если вы прибыли в новые земли, пройти туда, это не так просто, если нет соответствующих правильников, если нет, их заинтересован. Значит, первый вопрос, он проповедовал, и почему Русь не приняла христианство? Второе, как он вообще попал на Русь и по разным источникам чуть ли не год путешествовал, почему ему был сделан такой респект? Церковь либо отмалчивается, такие вопросы задавали, ну, либо дает понять, ну, что народ был дикий, не понял смысла этого нового учения, однако церковь уже утверждает, что Андрей первозванный был в Грузии и в Осетии, и абсолютно достоверно, и Осетины считают, что он крестил Осетин, то есть Осетии, Осетины приняли христианство вот первого века, то есть вскоре после того, как произошло, произошел уход Христа мирной. Выходит, русские были более дикие и не понимали смысла нового учения. Нас, конечно, такой ответ не удовлетворяет, тем более, что я уже тронул, что в 88-м году с нами вступили в контакт и вообще не представили все осветные грамоты. Такой Ананий Федорович Абрамов привез первые нам записи, мы много беседовали, поняли, эта грамота состоит из 147 букв. Кирилл и Мефодий признали, что они не смогли ее все освоить, поэтому упростили ее вот и кириллицы. Когда Ананий Федорович Абрамов нам привез первые вещи, мы поняли, что это не простая грамота, она какая-то объемная, то есть вот вы возьмите проволоку медную, которая хорошо гнется и заверните спираль, букву А, и попробуйте проекцию с этой спирали на три плоскости, на одну, на другую, на третью, и вы получите несколько разные проекции этой пространственной спирали. Поэтому там есть и деление строчной, надстрочной буквы, в общем 147 букв. И мы поняли, что освоить эту азбуку, эту всесветную грамоту, может только при наличии, и вот вы на этом себе так заметите, определенной нравственности. Тот, кто не способен подняться по нравственному уровню, она ему будет недоступна. Да и сами все светники, как их называют теперь, они школу создали в Москве, в Костроме, они не очень как части нравственности были, мы поняли, не просто носители, а причем они к нам потому, что уже читали второй смысловой ряд Руслана Людмилы, домиков Коломни, и пришли сказать, что няня Пушкина Рина Родионовна была знакома с этой всей светлой грамотой, а ей семь с половиной тысячи лет. Так вот, нас заинтересовала еще тогда одна запись у них есть книжки свои, там, источники, запись такого рода, может не дословно, но примерно стиль древний. Приидише Иисусе Христе сын Яполейский на Русь учиться мудрости у сынов Дашборлевых. То есть, Иисус Христос был на Руси и учился здесь мудрости. А вот теперь я попытаюсь вместе с вами давайте вообразим себе первый век новой эры предварительно давайте задуматься над тем, что Иисус Христос начал свою проповедь в 33 года. Что он делал до этого? Почему о нем никаких не было источников письменных? Ну, есть всевозможные источники из Индии, потому что он путешествовал, он был в Индии, был в Японии, японцы даже говорят, что он просто посетил в Японии, есть могила там Иисуса Христа, в Китае, то есть претендентов на путешествия Иисуса очень много, но есть одна особенность, вот сейчас я постараюсь обратиться к тому, о чем тоже есть в записке, это новый аспект, мы все время занимаемся исследованием, что же такое образование, и в этой записке мы пришли к выводу, что образование из двух уровней, есть интуитивно-чувственное по жизни, это большее знание, которое мы получаем на бессознательных уровнях психики, которое соответствует правам по ушам, а есть знание книжное, вот вначале это было византийское, а потом научное, и вот это книжное знание интуитивно-чувственное, они соотносятся так, основа является интуитивно-чувственное, потому что мудрости вообще книжной не бывает, мудрость всегда жизненная, а к ней надстроечным является вот это книжное образование, которое вначале к нам пришло из Византии, так вот всесветная грамота это симбиоз, есть же письмо алфавитное, а есть письмо иероглифическое, иероглиф это ноль, единичка, гласные, согласные, перебором которых выходит на новую форму одних и тех же понятий, а иероглиф это всегда картинка, вот мы определили, хотя нам ничего толком объяснить не могли всесветники, мы сами пытались определить место этой всесветной грамоты, всесветная грамота это симбиоз алфавитного письма и то, что ушло на восток в качестве иероглифики, потому что иероглифика была присуща древнему Египту, потом все разделилось, прошло алфавитное письмо на западе, а на востоке в Китае в Японии там фактически мы будем говорить иероглифика это картинка образ, который имеет иногда несколько слов, целое выражение, так вот мы определили всесветную грамоту как симбиоз алфавитного письма иероглифики, Пушкин возможно был знаком с всесветной грамотой, так думать нам и утверждать такое позволяет следующее все творчество Пушкина невозможно понять без сопровождающих это творчество рисунков все тетради которые хранятся в Пушкинском музее они испрещрены его личностной иероглификой картинкой и разгадывая второй смысловый ряд можно понять только обращаясь к картинкам я не раз в своих выступлениях говорил о том что по-настоящему Пушкин будет комит когда его книги будут издаваться сопровождающими картинками все и повести Белкина и домик колонны и маленькие трагедии потому что там есть то что ему приходит на бессознательных вольных психики когда он сам во своем творчестве говорит на силу так рифмачья безрассудный отделался от всей октавы трудно товарищ и шел спать сюда а что он пришел спать может он дома поспал но зачем я не понимаю зачем приходит спать я не понимаю и тут же засыпает подкорку ушел бы и домой выспался и даже дома не дают спать он во сне все слышит это опасно во сне слушать можно но это примерно равносильно посвящение какие-то фрагменты будут потом закрепощены и поэтому мы всегда против всяких вот таких вещей итак я продолжаю на силу рифмачья безрассудный делался от всей октавы трудно это не значит что пушки сумасшедшие безрассудны просто он говорит что мне приходит информация в виде образов а уж я им этим образом даю коды слова причем эти коды слова в особой поэтической форме хотя вы знаете что он писал и в прозе так вот возвращаясь к всесветной грамоте и к тому что там записано в отношении Иисуса Христа я хочу вместе с вами попытаться реконструировать вот проникнуть в то время вот представьте себе два момента первый ну я не знаю были ли вы в тех местах откуда Христос я самой иудеи не был но был в Синайской пустыне был в Египте это картина не для словонервных камни песок практически никакой растительности и вот оттуда с этих мест человек прибывает на Руси первый век новой эры где-то значит десятый там может быть двадцатый год может быть тридцатый год что собой представляло того время Руси вы сейчас можете несмотря то что природа достаточно загажена это леса представьте где-то в июне или в июле луга полных цветов многотравья полноводные реки озера чистое небо нет вот этих городов еще загажено но главное нет на Руси не было рабовладения вот это самое главное на Руси не было рабовладения и человек вот с тем менталитетом с которым он вырос в этой идее он же знал что он живет в Риме Рим это империя рабовладейская империя но куда бы он не поехал в Индию в Китае в Японию везде есть жесткая иерархия есть император есть какие-то иерархии неважно они идолопоклонные идолопоклонники или там единобожники или многобожники это все разные вещи но есть иерархия будем говорить конфессиональные конфессиональные есть иерархия светская император князь военачальник все это очень жестко и рабовладение воспринимается вообще как норма ну да мне не повезло я раб но мог бы быть и рабовладельцем и вот он прибывает в месту и видит рабовладения нет великолепная природа вот он где-то в районе Днепра там был может быть и туда на север в наши места путешествовал как он мог на это реагировать это вот один аспект второй аспект он получил откровение свыше о чем если суть этого откровения его можно выразить в двух словах можно создать царствие Божие на земле вот опять испытайтесь не по книгам а по жизни проникнуть в эту мудрость вот заява такая есть создать царствие Божие на земле а если оно где-нибудь я хочу вас как бы вернуть посыл а зачем мне путешествовать вот откровение получил но почему-то не проповедовал то есть естественно найти ответ что он искал а может быть есть уже на земле что-то близкое похожее и все заявители о том что было там и там ну может и был но особой разницы между Индией первого века новой эры Китаем Японией и Римской империи не было везде везде жесткая иерархия везде рабовладение формы только разные и только на Руси ничего подобного нет это вот первый момент второй с кем он мог беседовать попозже очень значим языка и общение ну тогда такие люди как он быстро находили общий язык конечно еще надо понимать что церкви не было ритуала всех которые сейчас есть и храмов не было был только вот некий учитель пророк который несет знание которое было получено ему свыше откровения ему интересно там в Палестине он пытался говорить но как его воспринимали потом когда он начал проповедовать уже и почему-то он начал довольно жестко проповедовать а вот здесь на Руси он возможно беседовал и с простыми людьми но возможно беседовал с теми кого называем волхвы жрецы о чем конечно они должны беседовать о Боге о творении Бога о месте человека в этом творении и скорее всего они нашли общий язык по таким вопросам что мир единый целостный при всем исключении следственного условия что Бог творец а люди на земле могут говорить со всеми языком жизнеропостоятельств и люди на месте кипора на земле только так построить царствие Божие на земле и вот вдохновленный таким видением некоторых начал царствие Божие на земле вернулся в римскую провинцию еврею иначе неисто проповедовать до 33 года никаких нет сведений может быть что-то царствие путаю но по крайней мере нам неизвестно чем чем все закончилось вы знаете по одним представлением он отдал себя пожертвовал собой так по крайней мере церковь утверждает и 4 канонических евангелия но короническое откровение говорит ничего подобного это и привиделось почему расходится короническое откровение с евангелиями это ведь главное по сути расхождение между короническим исламом и исторически сложившимся христианом во всем остальном они не очень расходятся в том что всем пророкам давалось свыше одно и то же откровение и тогда вопрос следующий на который тоже надо отвечать всем кто не по книгам учится мудрости а который всем кто хочет и пытается осмыслить жизнь вот как она есть уповая на Бога и на то что Бог не тиран не нужна ему жертва не нужна ему чтобы кто-то приносил себя в жертву тем более ни людям не Богу что все должны нести раз они потенциали наместники Бога на земле должны соответственно и работать и вот исходя из этого давайте теперь представим что вскоре а пациентам где-то в начале второй половины первого века то есть где-то может в 55-60-м то есть при жизни одного поколения это поколение было живо поколение тех которые встречали и видели Иисуса Христа и с ним беседовали и от него лично узнали о существе и содержании учения вот при жизни одного поколения на Русь пребывает Андрей первозваный вот кто извините алло вот с этих позиций давайте посмотрим теперь прибыл Андрей первозваный вот с этих позиций можно понять почему его приняли как своего он же подъявил некие полномочия я учитель вот того самого который был у вас я ученик того самого учителя Иисуса который был у вас они какие вопросы они должны были задать вот по жизни ну а как он там и дальше начинается рассказ все апостолы примерно рассказывают одно и то же да вот принес себя в жертву людям чтобы люди все были счастливы грехи искупил вопрос к вам как все те кто слышал непосредственно Христа Иисуса на Руси слушать теперь рассказ Андрея первозванного и для того чтобы понять и правильно сформулировать ответ надо еще ответить на один вопрос видите сколько вопросов вам задает нравственность апостол а нравственность это и система стереотипов восприятия окружающих и нравственность Христа его система стереотипов одна и та же или была разница правильно была разница иначе бы Булгаков через две тысячи лет не написал ходит за мной левим матри с козлиным пергаментом и записывает я прочитал и пришел в ужас я никогда ничего подобного не говорил Булгаков собственно ткнул вот в это самое место а теперь слушает рассказ Андрея первозванного и что они должны понять это не то учение мы слышали совсем другое учение а вот теперь те кто изучает почему я говорю что методология овладевать которой надо она только позволяет без всякой книжной мудрости выйти хотя человек задавленный авторитетами он даже может и не слышать то что вот я говорю потому что правильно сформулировать вопрос с точки зрения диалектики это получить на 50% уже правильно ответить вот главное правильно сформулировать вопрос и а дальше есть так называемые у нас полные функции управления и ее первые четыре этапа если дальше задавать вопрос соответствиями с этими четырьмя этапами это идентификация некого нового знания по научным нового фактора внешней среды вот для тех кто беседовали с Иисусом и те кто в течение жизни помнили его рассказ и встретились с Андреем Первозванным ту информацию которую принес Андрей Первозван из Иудеи о том что там свершилось это соответствовало представлению вы уже ответили нет то есть новые знания это всегда соотношение со стереотипами это не это то есть для них это был некий новый фактор вот они знают учение Христа они помнят и Андрей Первозванный начинает им рассказывать что это не то это не тот человек или это совсем не то учение в соответствии с полной функцией управления есть второй этап внесение вот этого новых знаний в существующую систему стереотипов третий этап выработка вектора цели по отношению к этому новому фактору а четвертый этап разработка концепции достижения этих целей по отношению к новому факту вот что должны были сделать русичи встретившись с извращением учения а иначе они не могли идентифицировать это как извращение учения Христа они первое должны определить что это есть извращение второе с отнести соотнося со своими системными стереотипами и третье выработать цели каковы цели они понимали если понимали что это учение несет глобальный уровень является глобальным учением и оно извращается значит тут выбор так либо мы берем ответственность на себя и начинаем разрабатывать учения которые соответствуют тому что мы слышали от Христа чтобы остановить экспансию извращенного учения так так но история ответила нам если мы формулируем такие вопросы на все три вопроса отрицательно не взяли ответственность на себя не разработали альтернативное тому извращенному а потом ведь никейский символ веры появился уже в четвертом веке но но то что Русь не приняла христианство в первом веке говорит только об одном не ребята это не христианство это не учение Христа вот первый этап они прошли а второй и третий нет так такого термина как полная функция управления конечно не было язык развивается и мы формируем новый понятийный аппарат который позволяет решать вот такие задачки потому что достаточно общая теория управления это не просто теория если ей пользоваться решение конкретно выявить проблему и решить ее вот для чего нужна методология но а теперь посмотрим на ситуацию в нескольких таксах вот взаимоотношения евреев с русскими все согласятся с этим все знают какие-то особенные нет больше таких взаимоотношений у евреев с другими народами почему есть же французы там немцы да там все как-то кто ненавидит кто презирает на отношения но у русских какое-то особенное отношение посмотрим что объединяет русских вот и что их разъединяет первое что их объединяет те и другие претендуют на мессианскую роль евреи говорят мы несем определенную миссию ко всей цивилизации земной и русские тоже претендуют на некую мессианскую роль в истории человечества второе что их объединяет евреи не приняли единый завет данный мессиан данный мессиан что отражено в коране тем кому дано было нести тором они не понесли подобно ослу несущему книги скверно подобно людей они даже не скоты а хуже скотов это они о том что они им была поручена некая мессианская роль они не выполнили не понесли то а русских русские что сделали а через десять веков они приняли извращенное учение ну вы скажете но и все остальные приняли извращенное учение да но все остальные не знали истинное учение все остальные получили учение от апостолов которые были подставными в этом смысле лошадьми не специально они были в некотором роде переводчиками вы знаете я вот когда на лекциях студентов сразу первая фраза которую я произношу говорю следующее информация сгружается не в пустоту а в определенную систему стереотипа то что не соответствует вашим стереотипам и я буду говорить будет либо отвергаться в принципе либо будет извращаться вот сегодня я вам лекцию прочитал если вы ее не запишите вы пойдете рассказывать и переврете половину и скажете а я так вот понял потому что люди всегда понимают только то что соответствует их систему восприятия их стереотипа так вот русские единственные вот если предположить такое развитие истории которые в первом веке непосредственно общаясь Христом никаких разногласий по богословским вопросам не имели запись получилась учиться сынов дарь Божьих потому что он от них узнал нечто что ему не дано было в откровении но что соответствовало неким жизненным стандартам и мы думаем что где-то где-то если кто-нибудь вел просто запись это должно остаться иначе есть разрыв единого исторического процесса так вот через 10 веков русичи приняли византийское христианство извращено и в этом смысле они несут ответственность у них их было знакомо истинное христианство они в первом веке я имею в виду те кто волхует лице не взяли на себя уровень глобальной ответственности то ли по легкомыслию то ли потому что а что там где-то далеко в какой-то Палестине мы иудеи мы тут живем своим миром нас все тут нормально послали этого Андрея первозванного подальше такое учение мы принимать не будем и креститься не будем поэтому осетины крестились а русские нет а теперь о смуте смута это явление которое присуще только России или другим странам Востока или Замона вот то что я сейчас скажу а в записке книги это расписано очень подробно смута присуща только России вот почему мы увидели что смута на Руси идет циклически и фактически сейчас Россия нахуй но в каждом цикле есть две фазы в первой фазе народ в целом и элита вместе строят единые цели строят вот то что мы называем цивилизацией методом упреждающей вписывание объединяем многие народы во второй фазе элита отделяется от народа потому что ей хочется все прямо и сейчас а уровень производительности труда и все такого не позволяет всем иметь все прямо и сейчас но какая-то часть потому что она занимает проведированные положения раньше понимала что надо не только мне но и всем а потом решила зачем всем когда я могу себе все прямо и сейчас вот это отделение элиты от народа процесс был длительный а для того чтобы управлять народам которые они начинают считать то будет нужна идеология идеология рабовладельческого рима под названием христианства которое мало имеет отношения она изуродована апостолом Павлом всякая власть от Бога она мало имеет общего с тем учением которое давал Христос потому потому что он говорил что князья народов властвуют над вами но между вами это не будет так вот это между вами это не будет так он увидел на Руси тогда по сути князей не было были видимо старейшими были волхвы жрецы но каждый выполнял в общем деле какую-то свою функцию вот зачатки этого царствия Божьего в общей жизни скорее всего Христос и увидел на Руси но 10 веков это очень большой период ко временам Киевской Руси элита уже делилась естественно как оружие ей нужна была идеология идеология пришла в виде проповеди книг не было проверить как это учение было невозможно сами не читали но зато побывая в Византии увидели как легко с помощью этого учения можно управлять толпой о том что эта идеология не спасет Византию и через 4 половины века она рухнет а потом Российская империя рухнет им было недавно значим большинство людей живут днем сегодняшнем особенно если хочется все прямо и сейчас так вот первая фаза первого цикла смуты началась от Андрея Финозванного который привнес извращенное учение на Христа и здесь мы придерживаемся традиций которые придерживаются церкви и первая фаза заканчивается к хрящению Руси византийским христианством привнесением в нашем терминологии идеалистического атеизма рабовладельческого атеизма вторая фаза заканчивается падением империи романовых и завершением своей миссии здесь идеалистического атеизма потому что уже выводно подходит атеизм идеалистический но в связи с тем что русские жрецы волхвы не выполнили миссию уровня глобальной ответственности Русь вынуждена почти два тысячелетия делать то что писал Путин Дональд Коколов от Мещика до первого поэта мы все поем умира грустный воев песня русская известная примета начав за здравие сведет за упокой тот час что он не говорит все что приходит к нам извне мы проверяем на соответствие Божьему промыслу и если не соответствует отбрасываем с научной точки зрения мы в этот период система с положительными обратными связями вот есть субъект с автомобилем водитель субъект автомобиль объект водитель когда ведет машину он старается так чтобы были отрицательные обратные связи то есть вот особенно гололед кто рулит машину знает начинает руль вправо машина идет влево он рвает влево машина еще круче вправо амплитуды увеличиваются и водитель вместе с автомобилем представляет систему с положительными обратными связями и заканчивается автомобиль в виде если водитель искусственный ему удается вывести бонусировочный режим амплитуда уменьшается и система с отрицательными обратными связями гололед по отношению к этой системе в данном случае подводное слове это внешнее возмущение всякое новое знание в том числе идеология это внешнее возмущение по отношению к системе к обществу и вот 2000 лет вернее приняли мы в 10 веке 1000 лет мы в систему с положительными обратными связями а запад а запад система с отрицательными обратными связями и все это объяснило потому что они искренне верят что то учение которое католики несут протестанты между собой там дерутся это учение христа а нам родовая память 2000 лет говорит нет это извращенное учение христа только на Руси появились люди которые обратили на это внимание не мы первые это и Булгаков это Илья Толстой и много много было и много много было что такое Олег Васильевич много было до них вот и как долго это будет продолжаться а до тех пор мы выйдем пока мы не выйдем на то что соответствует Божьим промыслам и так первый цикл смотрим от Андрея Первозванного до принятия первой фазы первого цикла от Андрея Первозванного до принятия христианства вторая фаза от принятия христианства до февральской революции падения империи Романова первая фаза второго цикла начинается с октябрьской революции и заканчивается августовским путьом и мы сейчас находимся во второй фазе второго цикла смуты и потенциал смуты не исчерпан потенциал смуты только что сформировался есть некие знаки о которых я говорил на прошлой лекции и которые повторю что такое матрицы многие здесь знают но кто не знает повторюсь матрица это концепция управления только не в лексике а в образах а концепции по сути матрица управления но уже в лексике когда всем образом даны коды определенные и есть некие признаки этой опасной матрицы в которой нам будет идти слово смута появилось во времена Бориса Годунова Борис Годунов родился в 1552 году именно во время когда он шел к власти а Рюриковичи бояре были очень недовольны выскочкой святошки земля был выскочкой накапливался потенциал смуты и разрядился он после того как Борис Годунов умер в 1605 году выплеснулся этот потенциал и до 1612 а по некоторым данным до 1618 на Руси была смута Владимир Владимирович Путин родился в 1952 году хронологические приоритеты это некие реперные точки матрицы и он собирается оставить власть а на него сейчас очень много замкнут и опасность его ухода как Россия вот это все переварит это большая и серьезная проблема выплеснется или нет потенциал смуты но многие считают что сейчас все заняты добывают деньги ничего кроме этого не интересует людей это не совсем так мы живем не в замкнутом а в информационном пространстве глобальном это глобальное информационное пространство не во всем согласно с теми течениями процессов которые вот у нас и не все там безумные идиоты какими показывает телевидение президенты и так далее там есть люди которые уже знакомы с тем что в России появилась информация глобальная уровня значимости которая хочет вернуть общество к тому что было извращено в первом веке новой эры вот эта цивилизация началась началась свое исчисление с первого века новой эры извращения начались с этого момента кто читал варианты бургарковского романа мастер мудовик там прямо пишет я боюсь что ну это слава мишуа что это путаница будет продолжаться две тысячи лет поэтому сейчас чтобы потенциал смуты мог разрядиться в нужном направлении и идут вот эти убийства Политковской убийства Литвиненко отравление Гайдара и 2007 год в этом плане будет очень напряженно ждите еще множество будет ситуаций смысл которых будет взорвать вот это более-менее сейчас стабильная обстановка ну я перейду ко второй части своего выступления может коснусь вот дальше я всем советую прочесть записку или вот когда выйдет книжный вариант в январе обещаю выпустить книги и перейду ко второй части почему мы обратились в декабрьском текущем моменте к событиям в Чили 11 сентября 73 года дело в том что эти события они очень ну они очень соответствуют Сергей Геннадьевич вот тут место есть они соответствуют во многом ну как бы по аналогии соответствуют по аналогии событиям России ну кто такой был Альенда он был врач по образованию а кто у нас был керевский юрист Альенда собрал блок партии там были социал-демократические социалистические народные там народный он был главным уговаривающим в Чили того времени тем более что обстановка в Чили была очень похожая вот на предреволюционную в России экономика падала страна требовала реформ но Фидель Кастро подавил ему автомат вовсе не для того чтобы он из него застрелился чтобы он мог защитить революцию вы знаете что Россия прошла как бы три этапа был Корниловский путь а по сути который был подавлен а потом Керенский сдал власть троцкистам а они шли в союзе с большевиками Ленин и Троцкий один бы Ленин без троцкистов взять власть не смог но и троцкисты без большевиков тоже бы не могли взять в России власть вот так сложилась ситуация и Корниловский мятеж это некий аналог мятежа который был со стороны генерала Пиночета но я сделал небольшое отступление связанное вот с чем многие у нас уповают до сих пор и вообще с того времени что вот хорошо бы пришел наш Пиночет некоторые товарищи даже специально в темных очках появлялись на людях чтобы вот я новый Пиночет в России бояние пуч невозможно почему почему это отдельный разговор но вы знаете о типах строй психики животные зомби демонические человечные опущены противоестественность но существуют психотипы они делятся особенно это хорошо видно в армии в иерархии вот когда мы говорим о типах строй психики это безотносительно иерархии то есть высокий начальник может правда с трудом верится пока умеет человеческий тип строй психики демонический и простой но вот в армии я говорю сейчас буду говорить не о звании а психотипа в армии есть три категории психотипа людей это люди с психотипом начальник вернее единоначальник то есть психотип единоначальника есть психотип заместителя и есть психотип подчиненного вот психотип единоначальника он может быть и подчиненным и заместителем я говорю еще раз не о воинском звании а психотипе заместитель может быть подчиненным но он уже не может быть единоначальником по психотипу А подчиненный, он не может быть ни заместителем, ни единоначальником. Вот всего три. Если в армии появляется кто-то, кто не входит в эти три псиротипа, подчиненный, заместитель, единоначальник, он становится проблемой, он становится проблемной личностью. Вот если говорить об Аленде, никакой, конечно, программы, социологической теории у него не было. Он был главным говорящим, был проблемной личностью. На него давили слева, потому что там коммунисты были еще, коммунистической партии, где Кроволанс, кем он не очень-то владел. Они требовали более решительных действий, национализации всего, и давили справа, которые требовали от него придерживаться некой буржуазной законности. А поскольку он единоначальником не был, то это одна из причин, почему случилось то, что случилось в Чили. В чем характеристика единоначальника? Единоначальник, прежде всего, это человек, который умеет брать всю ответственность на себя и проводить курс в рамках той стратегии, которая ему близко и понятна. Единоначальник никогда не будет говорить, а мне вот посоветовал кто-то, я его послушался, и вот все получилось плохо, это уже не единоначальник. Единоначальник выслушает советы всех, но поступит так, как считает нужным. И никогда не будет апеллировать, вот, потому что мне насоветовали, не то, а даже наши редакторы, такие товарищи боевые. Это тип, скорее всего, вечного заместителя, но не единоначальника. Единоначальник понимает, что он не просто берет ответственность в себя, он может не знать всех тонкостей узкой специализации подчиненных, но он умеет координировать действия своих подчиненных так, чтобы достичь той стратегии тех целей, которые выстроены. И он формирует эти цели сам, а не то, что ему кто-то подскажет и у кого-то он их вычитает. В этом смысле Пиночет был единоначальником. Но есть один очень аспект интересный. Вот, Керенский сдал власть Ленину, и, возможно, Альенда тоже ожидал чилийского Ленина. Те, кто из вас читал роман или повесть братьев Стругацких «Трудно быть богом», там есть такой персонаж под названием Крестобай Козевич. Вот то, что явление глобальной консультальной власти, которое мы видели, назвали. Вот явление есть и есть образ, а слов может и не быть. Но если есть явление, есть образ, каждый человек, который сталкивается по жизни с таким явлением, имеет свой образ, может назвать его как-то иначе. Братья Стругацкие догадывались о существовании глобальной надгосударственной власти. Но дали название, вот персонаж Крестобай Козевич. У нас глобальный предиктор, а фонит это Крестобай Козевич. И в этой повести есть описание кабинета этого Крестобая Козевича. И в этом кабинете стоит чучело штандатора Фюрера СС со всеми регалиями, с мёртвой головой, в чёрном мундире, молниями и так далее. И описание кабинета сопровождается такой фразой, которая сразу становится понятна. Крестобай Козевич был таксидермистом. Таксидермистом это те, которые делают чучело. Штандатор Фюрер тоже был таксидермистом. Но Крестобай Козевич успел раньше. Вот если описание этого спроецировать на Чили, то можно сказать следующим образом. Хозяева Альенда были таксидермистами. Потому что Альенда в этом смысле был внешне самостоятельной фигурой. Хозяева Пиночета тоже были таксидермистами. Но хозяева Пиночета успели раньше. Так вот, есть данные, и мы проверяли они в соответствии с действительностью, что Пиночет окончил политическую академию Неверия. А там даже иностранцев заставляли сдавать зачёты по марксизму. Достоинство Пиночета в том, что зачёт он сдал, но следовать марксизму и нежму, особенно в области социологии, не думал. Но отсюда у нас претензии. Как и для марксизма и нежму, военно-политической академии. Если бы они имели адекватной жизни, социологические, экономические теории, возможно, ситуация в Чили выглядела бы совсем новая. Поскольку таких теорий не имели, они несут свою долю ответственности за тот путь, за тот военный путь, который случился 11 сентября 73-го года. О том, что троцкисты стояли за спиной Альенда, это не секрет. И доказательством является то, что за нападение 11 сентября 2001 года на здание в Нью-Йорке взяла ответственность Красная армия Ипонии, а это троцкистка, как раз и говорит о том, что вот вам, ребята, ответы. Потому что, конечно, за Пиночетом стояла американская, ну, будем говорить, либеральная, буржуазная команда. Но дальше куда важнее. Хорошо, с репрессиями Пиночет взял власть. И если взять экономику, начиная там 68-го, 69-го, до 73-го года, после 73-го года, где-то в течение, ну, к 76-го года он стабилизировал экономику. Вот сейчас мы должны поговорить, чем режим стабилизации отличается от режима модернизации. И почему мы решили заняться той эпохой? Потому что Россия, во многом благодаря Путину, хотя кое-кто, когда он пришел, считаю, как иначе, но он ввел в режим стабилизации страны. Мы в этом режиме стабилизации топчемся уже 6 лет. И пока мы не видим признаков выхода на режим модернизации. Вот чтобы понять, чем отличается режим стабилизации от режима модернизации, надо буквально перечистить. эти пункты записки перечистимы. Я вам сейчас, чтобы короче и было понятно, зачитаю. Группа ключевых показателей режима модернизации. И вы сразу все увидите. Общий рост образованности населения. Есть у нас такой рост? Есть. Совершенствование качества образования. Нет. А в чем оно должно выражаться? Устранение системы образовательных стандартов неадекватных в жизни концепций тех или иных исторически сложившихся научных школ. Все, что произошло в 1991 году, все стандарты, которые были, либо остались, либо еще пониже. Тем более нас приводят к некому другому заповедному сейчас стандарту. Переход системы образования от распространения книжной мудрости к распространению навыков самостоятельного познания жизни. Переход общества и организаций самоуправления на основе разного рода динамичных и виртуальных структур, поддерживающих коллективную деятельность людей, поскольку в костных структурах, а мы управляемся сейчас в нашем понятии костных структур, в костных структурах, тем более воспроизводящих себя преемственности поколений на узкоклановой основе. Вот в таких костных структурах творческих потенциал миллионов людей никак не может быть задействована. То есть опять все сводится к системе указанной подготовки. Сейчас нельзя пройти во власть, не имея связи, либо семейных, не имея, где любую должность можно либо купить, причем на все есть такса, цена. Неважно, это в законодательном собрании. И все это знают, все относятся в Думе, в правительстве, либо купить, либо по рекомендации тех, кто уже во власти. Эта узкая клановая система, которая сама себя воспроизводит, она никогда не может задействовать весь творческий потенциал народа. Поэтому народ сейчас живет сам по себе, а элита управленческая живет сама по себе. Вот, если говорить о Пиночете, он стабилизировал экономику страны, а дальше передал ее гарвардскому, этому, чикагским мальчикам, которым руководил Миттен Фрейдман, который получил Миттен Фрейдман. У нас этих чикагских мальчиков представляют Чубайс, Гайдар, Авен и все наши олигархи. Чикагская школа, если отбросить всю словешную шоуку, она выполняет жестко определенные функции. Разрушить существующие в обществе, того государства, куда они приходят, системную целостность хозяйством, которая всегда представляет некую системную целостность, а потом на разрушенном основании построить другую экономику, но уже чтобы она была придатком к неким глобальным транснациональным корпорациям. Все. Если сырье, значит, это будет сырьевая экономика. У Чилик произошло точно так же. Сейчас там 10% населения владеют более чем 50% всех богатств, примерно 48-50% плачет жалко существования и модернизационного режима не предвидеть. Был ли выход? Был. Мы там приводим пример Малайзии. В Малайзии обстановка как раз в 60-х годах была намного тяжелее, чем в Чили. В Чили все-таки моноэтническая страна. Там выходцы из Испании, Португалии, местные индейцы. А в Малайзии титульные нации малайцы примерно одна треть китайцев, одна треть индийцев. У всех трех совершенно разные религиозные основы. Малайцы больше мусульманы, индейцы это индуизм, а китайцы конкурсантцы. Когда Махатхир Мохаммед в 60-х годах пришел в Лазьки как премьер-министр, малайцам предлежало 5-10% всего экономического потенциала Малайзии. И там были марксистские партии, которые готовы были развязать гражданскую войну. Но вы представляете, за спиной индийцев стояло миллиардное почти. Индия, Китай тоже миллиардное Китая. В жубьях уже с автоматами калашников были отряды. Вот мы с группой товарищей были в 2004 году в Малайзии, нам очень интересно, подробно об этом рассказывали. И вот Махатхир Мохаммед удалось стабилизировать ситуацию и ввести страну в режим модернизации. Что значит ввести страну в режим модернизации? Это значит, что идет интенсивное обновление всех технологий до уровня передовых стран и в очень сжатые сроки. То, что некоторые страны проходят за десятилетия, а может и столетия, в процессе модернизации за 10 лет. Выпуск номенклатуры товаров резко возрастает, идет массовое производство, резко растет образовательное время всего населения. Представьте, что малайцы изучают, знают три языка, и все три языка государственные. Малайский, китайский, индийский, и еще многие из них, кто на государственной службе, владеют английским. По крайней мере, мы общались с ними на английском. И буква началась вот к тому времени, к 2004 году, больше половины экономического потенциала уже принадлежит китульной нации, без гражданских войн. И Малайзия сейчас, это Швейцария, Юго-Восточная Азия. С очень динамичным ростом, потенциалом. В 1997 году международная кредитно-финансовая система хотела обрушить кредитно-финансовую систему Малайзии. Не получилось. Изучая вообще в истории примеры модернизации, мы обнаружили следующее. Модернизация после режима стабилизации невозможна в рамках библейской концепции. Малайзии потому и получилось, потому что она не входила в сферу влияния библейской концепции. Чили находится в сфере влияния библейской концепции, поэтому она зависла в режиме стабилизации. Япония провела очень за короткие сроки модернизацию страны. Тоже несмотря на то, что она завоевана, была и купирована, потому что она не всходит в сферу библейской концепции. И был прецедент в России и СССР, когда после гражданской войны в течение десяти лет удалось стабилизировать ситуацию и в течение десяти лет жертвами с очень там связанным с сельским хозяйством провести модернизацию. Это то, что Сталин говорил, то, что другие страны за сто лет нам необходимо пробежать за десять лет, иначе нас сомнут. Если бы тогда мы не провели этот режим модернизации, России как таковой бы не было. Было бы неважно там кто бы победил Гитлер или коалиция какая-то потом победила Гитлера, Россия была бы расчленена. Я не говорю о республике, а именно вот Россия. Режим стабилизации определяется застоем, поэтому начиная с хрущевских времен и все время Брежнева, Горбачева и Ельцина. До Горбачева это был режим стабилизации, потом фактически после Ельцина это вхождение во вторую фазу второго цикла смуты, и вот мы в этой фазе пока и пребываем. в неком таком балансировочном устойчивом режиме. Для того, чтобы выйти на режим модернизации первое, что нужно, теперь это становится очевидно, конечно, изменить концепцию и провозгласить ее невзирая на что всему народу. Она все-таки уже существует как бы то ни было 15 лет. для нас эта записка вообще, я вам скажу, писать коротко, трудно. Вот записка по Чили, много ясного, все там без приложения утопталось в 22 страниц. Но когда нам самим многое не ясно, когда мы пробиваемся как ледокол во льда, осваивая и понимая по ходу новые вещи, коротко писать очень трудно. Поэтому записка получилась, мы просим всех прощения, великовато по объему. Но мы в этой записке смогли ответить на вопрос, который нам по разному задавали, но так как мы его задавали себе, нам его никто не задавал. Кто же мы такие? Так называемый авторский укрытие. Почему какие бы мифы не создавались вокруг нас, подвалов КГБ, поднятые все научные силы Академии наук, решили создать новый марксизм, это повторение марксизма, что только нас, наши бывшие почитатели, которые вначале пришли к нам и потом увидев, что вот сразу вот это не получается, они побежали и стали создавать вот эти мифы. Но собака лает, ветер носит, но вопрос для нас оставался, а с чего это друг? Группа довольно обычных людей, в советском полном смысле. Часть из нас были членами партии, часть не были, не это важно. Неплохие специалисты в узкопрофессиональной деятельности все бросились и взялись вот за дело нам никто не командовал. Это мы знаем, нам никто не давал никогда никаких указаний. И за 20 лет вот в 2007 будет, когда мы открыто стали выступать, вот была первая страничка, за 20 лет нам никто нас не пригласил, не сказал вот вы должны то-то, то-то, то-то высшей инстанции. Но и за 20 лет нам никто ни разу не помещал. Нам никто ни разу не сказал, что вы что творите? Вы вообще соображаете? Хотя приходилось ведь общаться с самым высоким уровнем, уж куда выше главы КГБ Бавкова Филиппа Денисича. Но из бесед с ним стало ясно, что и он далеко не все понимает, хотя и многих пугали от диссидентов и так далее. Например, беседа с членом Бюро Долги, которая была в 99-м году. Из нее, по крайней мере, стало понятно, почему верхушка вся сдала страну. Вот сейчас вы ее слышали, умер Джеральд Форд, самый старый президент в душе. Он же жил прекрасно, у него был капитал, было свое вилы, имение в окружении. А они что видели? Уходят на пенсию. Если еще ладят с системой, ну там дадут, можете машину или дачу оставить, а может, но денег нет. и за эти 40, даже Хрущев, за 40 лет за стоят, Акаганович, член Политбюро, член ЦК, дожил до 99 лет, последние годы жил в двухкомнатной, ну в Сталинской квартирке, двухкомнатной, сломал шейку бедра, с костылями ходил, в магазин не мог пуститься, жил на пенсию. Никаких, никакого будущего. И вы что думаете, те молодые, которые шли за ними, они не понимали, что нас такая судьба ждет, кто там придет и как будет. Поэтому то, что вся верхушка сдала и предала, это очень естественно. Никаких идеалов там у них, лично у них не было. Зато нет, у них были идеалы. В отличие от простых людей, которые жили в замке, пространстве, они ездили за границу, видели, как живут те. Он уходит на пенсию, президент, конгрессмен, он по-прежнему уважаемый человек, а главное, он обеспечен, он поддерживает те стандарты, которые там есть. А здесь какие стандарты? Нищенскую жизнь некоторые и сейчас ведут те, которые не встроились в эту систему, те, кто не урвали себе кусок. Даже хрущок, кроме дачи, которые он еще и под надзором особенно, с ним не церемонились. Поэтому их предательство того же уровня, которое было тысячу лет назад, когда князья хотели все прямо и сейчас. Только это все в несколько другой идеологической оболочке. А то, что ни Горбачев, ни Ельц, ни один член Бюро и Церкак обнисти не были, как только произошла перестройка, я помню выступление в актом в зале мистета, где был Горбачев тогда выступал. И было у нас выступление, я сказал тогда, что в нашей стране не все члены партии были коммунистами и не все коммунисты были члены партии. Понятно? Да. Многие не будущие с партийным билетами по образу мыслей были больше коммунистов, намного больше, чем не только члены партии, но и даже высшие иерархии партийные. А уж то, что коммунистами не был ни один член Бюро, это достаточно посмотреть по жизни и Брежнева, и Хрущева и так далее. Лозунги это одно, а как это все по жизни происходит, это совсем другое. Так вот, сейчас проблема выход на режим модернизации и не свалиться в смуту, потенциал который уже созрел. И все замкнуто на одну личность. Если завтра эта личность просто уйдет в обыденную жизнь, смута может разородиться. Мы надеемся, что этого не будет. И записка вот все, что мы озвучили теперь, это уже работает на разрушение матрицы смута. Потому что разрушительные матрицы особенно эффективны действуют тогда, когда представление, так как было, например, в 1985 году, когда появилась фотография в газете Труд с половиной черепа Грабачева на 40-летие победы в Великой Отечественной войне. 21 миллион, а это был знак, что начинается действие матрицы в соответствии с институтом управления Мифис по Оракуу и вложенной Мифи Адонайю, где царю Аргоса Акрисио Оракул предсказал, что погибнет от руки своего внука. Вместо того, чтобы подумать, что делает Оракул, программирует ситуацию с ним или действительно предсказывает, он сделал самый большой двухпостный посадил свою дочь Данаю в башню медную и Зевс хранит в виде золотого дождя, родился герой Персии, дальше по сказке о царе Салтане, вернее, Пушкин заблокировал эту матрицу тогда сказка о царе Салтане, выброшен был и Даная вместе с Внутом в сундуке по любому дочке в море, дальше он остается, совершает множество подвигов и возвращается уже взрослым в Аргос, участвует в Олимпийских играх и в соревнованиях пометания диска сносит полчерепа диском своему дедушке так сбывается то, что было запрограммировано в Олимпийских Маракул вот этот знак о том, что руководство как бы лишится головы потому что согласитесь все, что сделало руководство казалось простым вот людям нормальным которые непогимы пожить и казалось абсурдом то есть как будто у них полчерепа снесло о матрице свою реальную ну ладно появилась фотография даже КГБшники не могли мне объяснить что это такое амифов они не знали но когда через 37 дней некий якобы сумасшедший литовец проник в Эрмитаж набросился на картину Данария Бронта порезал на ножом и облил серной кислотой вот нам которые уже понимали многое в матричном управлении стало ясно дело плохо потребуется определенное количество лет чтобы эту матрицу накачать энергию безумной толпы а работать на это будет телевидно те кто постарше помнят митинги шум по телевидению белокурбкова с пятым колесом все балдели от Саши невзор и он сам балдел от себя а он накачивал эту безумную матрицу потом появились в часе пик уже картинки как будет проходить пульч пять картинок пять дней все же было но представления не было о матрицах сейчас такое представление есть мы студентов учим на примерах вот таких негативных матриц и вот уже по телевидению тут фильм про юродива вот там на ближнем востоке пророки а у нас юродива а кто таки юродива это не системный вид то есть библейской концепции формирования того галитарного общества не предусмотрен человечный тип строй псих должны быть животные зомби и демоны демоны пасут зомби зомби пасут живот а человек а те кто вне кто стремится напрямую беспосредственно как общаться в области те люди как не системные люди как нормально героев и в России такой институт героев существовал они матрицы ощущают так особенно разрушительные как будто вот собрать кожу и посыпать соли болезненно и они ищут где 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 для этого человека литовца когда показали по-моему две три назад его очень странно ни с кем не общался не было ни жены ни семьи снимал угол в однокомнатной квартире жил жил очень замкнуто и были какие-то все время требовавшим пенсию дали 30 рублей тем что он болен когда пенсии не дали сказали вы мне заплатите дороже картина ревра это донарит цены не имеет это несколько не даже приближающим а несколько миллионов долларов несмотря на то что она восстановлена конечно это не так показания свои часто менял сейчас живет в доме престарелых очень неплохо выглядит я показал пишет какую-то книгу но он считает это событие главным в своей жизни поэтому нам тем кто пытается понять что происходит надо соотносить все-таки книжное знание с тем что идет на уровне интеллективные чувства и помнить что всякое знание только приданное к типу строй психики вот ко мне часто обращаются нас ведь воспринимают как некую структуру вот вы скажите тому он плохо себя ведет он неправильно действует там где-то на форуме вы тому скажите вот как это ваш ученик таковы почему вы так вы его поддерживаете значит вы плохой мы никому ничего не указываем мы никому ничего приказать не можем у каждого своя миссия и своя функция тот кто поступает безнравственно имея всю эту информацию тот самый будет нести ответственность бог неудача 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 Продолжение следует...